Друзья, всем привет! В сегодняшнем видеоролике мы будем делать безмен, а может быть даже кантер, который сможет измерять усилия до 20 тонн, потому что будет использоваться соответствующий тензодатчик. Вот смотрите, я не обманываю, всё-таки не зря я его приобрёл и когда-нибудь нам такие инструменты понадобятся по полной. Ну а сейчас у меня просто простая до банальности идея. Хочу измерить тягу этого двигателя. Не знаю до чего мы дойдем с вами, но начнем конечно же с измерения тяги малого газа. А потом будем ручку газа увеличивать, увеличивать и пробовать всё больше, больше и больше. Давненько он лежит, но вот, кажись, пришло его время. Хочу сделать два инструмента, друзья. Вот смотрите, как он работает. Я на него нажимаю либо в ту сторону, либо в ту. Он реагирует в обе стороны в плюс либо в минус. Показывать должен плюс-минус одинаково. Я его здесь калибровал. Вот, ну еще можно будет докалибровать на большую массу. Хочется сделать на растяжение кантер либо безмен, либо на сжатии. А точнее не либо, а мы сделаем и такой и такой инструмент, чтобы можно было и взвешивать простым способом и растягивать, измерять некую тягу. Так что будет сейчас гигантская грандиозная токарка. Давайте уже двигаться к токарному станку и делать это дело. Здесь все просто. Есть резьба, есть вот подболтики. Для начала займемся резьбовой частью. Она мне видит попроще. Меньше обдирки, так сказать. Пока идет процесс, замерю резьбу. Шаг полтора. Шаг полтора. Шаг. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая штуковина, ребята, пока что получилось. Надо бы сделать здесь еще защитный колокол. Мне кажется, вот это место на тензодатчике нежное и его нельзя повреждать. Там какой-то силикон. У меня возникло подозрение, что он еще в одну сторону может быть работает, а в другую может вырвать его малым весом. Судя по тому, как утоплены болты, можно представить, куда его тянуть. Теперь установим блинчик побольше. Да, только он не помещается, надо сменять кулачки. Чистый кайф, такая быстрая замена. Сделаю основание для тензодатчика при условии использования его на сжатии. Надеюсь, этот металл будет лучше обрабатываться, потому что прошлый, совсем паршиво обрабатывался. Ух, какая стужка пошла. Ребята, это ужас. Веночек такой получился. Вот это прикол! Стружка по-прежнему красивая идет, красивого цвета. Пока что у нас вот такая непонятная вещь получается. Сделал основание для одного устройства и штырь для другого устройства. Здесь еще не то, не то не доделано, а я уже приступил к точению следующей детали. Не понимаю, как они умудряются ленточкой отрезать. Это же просто жесть. Придется выравнивать, ничего не поделаешь. Главное мягко идет, вот что интересно. Станок работает мое почтение. Видно, какая обработка в центре получается. Более грубая, потому что скорость меньше. Хоть я и добавляю в процессе оборотов, но там уж очень нужна большая скорость. На периферии выглядит вот так, как будто грамм пластинка нарезана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Ну и заценивание поверхности. Вот так выглядит блестящая, а вот так матовая. Не прохлаждаясь ни на одну секунду, наточил гигантское количество крупногабаритных деталей. Детали из столюги все. Рассчитаны некоторые на 20 тонн. Вот это, наверное, не знаю, если на край давить, 20 тонн не выдержит. Здесь 15 миллиметров. Но она сделана как будто бы из стали 40Х. Кстати, ребята, смотрите, какую я научился делать маркировку. Видали? Вот это да. Она еще горячая, не могу долго держать. Значит и вот такая штука и вот такая штука. Вроде бы всё. Токарка сделана, надо сверлить отверстие. Не знаю, сейчас вам рассказать, что здесь к чему. Или чуть попозже после того, как просверлим отверстие. Раз, два, три. Думаю. Да, сейчас расскажу. Смотрите, два варианта будет использование тензодатчика. Один с прессом. То есть всё просто. Накручивается столик предметный. И эту конструкцию можно ставить на пресс и давить сверху. Это один из вариантов. Так, это на сжатие будет работать. Теперь второй вариант, который будет работать на растяжение. То же самое надо всё скрепить болтами. Надо сверлить отверстие. Значит здесь точно также будет вкладыш. И точно также будет что-то типа вместо предметного столика такой валик с отверстием, который будет работать на растяжение. Вот так. Ну а с этой стороны будет тоже на растяжение. Но будет вставляться вот такая вещь. Действую всегда по одной схеме. Сначала сверлю направляющие отверстия. Потом сверлю отверстие под резьбу. Здесь это М8. А потом уже делаю все остальные отверстия. Опять же во всех направляющие. Вытаскиваю эту штуку и уже конкретно под резьбу делаю. По очереди. Метчикодержатель из металлолома. Очень хороший. Немного заржавленный, правда. Что делать? Свои функции выполняет на отлично. Так, закручиваем основательно на титановые болтики облегченные. Вы, наверное, сейчас подумаете, что этот негода совсем уже упоролся. Ну не совсем так, ребята. Просто у меня нет других болтиков. Поэтому пока временно прикручу титановые. Вот и всё. Наш безмен готов, ребята. Безмен на 20 тонн. Можно вот здесь растягивать. Но вот эти отверстия на 12, наверное, 20 тонн не выдержат. Но всегда можно что-нибудь придумать сюда новое и усовершенствовать. Давайте посмотрим, работает ли оно по-прежнему или нет. Включаю в розетку показометр. Так, ставим на 0. Интересно, когда мы болты затягиваем, изменяется здесь что-то? Ух ты! Смотрите, затяжка болта изменила минус 7 килограмм. Ну всё правильно. Там внутри малейшее изменение геометрии вот этого цилиндра. Изменяет натяжение на резисторах. Ну или как она там работает, точно я не знаю, ребята. Но по идее вот эта штука металлическая, она цельная с серединой. Но есть некое утоншение вот в этом месте. Там происходит деформация и там чувствительный элемент. А ну-ка, насколько я могу растянуть его? Сколько мощи? Вот 30 килограмм могу. Дальше руки скользят, надо бы перчатки, может и 50 смогу. Всё, ребят, этот аппарат работает. Погрешность он даёт примерно 10 процентов. Давайте попробуем прикрутить к турбине и замерить тягу. Теперь можно тягу измерять дистанционно. Провод здесь очень-очень большой, что очень классно. Можно коробочку как-то потом оформить. Хлипкая такая. И плюс можно вот здесь прикоснуться и током шибать. Не хочется. Вот так вживую это выглядит. Прикрутил пока что на такой болт. Система не очень надежная. Но я думаю, наши 100-200 килограмм выдержит. То есть сейчас мы будем всё равно не на полную мощь включать двигатель, поэтому должно хватить. Ну а здесь наша цепь ура. Вот она идёт, идёт и вон он, видите? Теперь сможем измерять тягу. Причём можно будет смотреть удаленно. Не надо будет подбегать и смотреть, как здесь себя чувствует тензодатчик. Вот что самое главное. Раньше мы делали именно так. Всё время были здесь весы возле сопла и надо было как-то бегать. Сейчас мы можем не выходить из дома и прямо там измерять. Я уже вот прикрутил приборчик по-быстрому. Показывает 0. Подергал, вроде бы работает. Ну что ж, погнали, ребят. Посмотрим, как оно работает. И самое интересное, какая тяга у движка. Проверил все масла, всё на месте. Для начала запускаем ВСУ, а потом двигатель. Двигатель запускается вот этой панелью. Для запуска нужно две руки. Поэтому когда запущу ВСУ, камеру поставлю на штатив. Смотрим, напруга в норме. В норме вкыл. Подключаем насос. И погнали. Пуск. 무대 ought. Р effortless. Рэйлло спускаемся. Я сейчас буду работать с перерыв. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что-то случилось, ребята... А что случилось? Закончилась горючка. Вот что случилось. Отлично! Давление масла есть. Выключился мотор. Тяга до 100 килограмм поднималась на холостом ходу. Класс! Когда горючка заканчивается, это очень хорошо. Навонял тут керосином, просто жесть. Итак, ребята, запуск состоялся. Я хочу рассказать вам, что же это было. То, что датчик работал, вы сами все видели. Он у меня показывал от 50 примерно до 100 килограмм тяги. Почему так разнилось, ребята? Потому что я ввел некую систему здесь дополнительную. Вы видели мою сверх замечательную панель запуска. И здесь есть тумблер, с помощью которого можно понизить подачу топлива. Вот этим я и пользовался. Потому что когда оно наваливает на всю, совсем не демократично оно шумит. И не демократично бросает камни во все стороны. Это просто жесть. То есть при уменьшении датчик показывал где-то от 30 до 50 килограмм. Есть какая-то нестабильность. А при увеличении он показывал до 100 килограмм. Конкретно вы могли видеть на приборе 90 килограмм. Что в принципе тоже неплохо. И да, ребята, ВСУ я выключал. Вы же слышали, что работал чисто вот этот двигатель гигантский. Я надеюсь, вам понравился его звук. Я надеюсь, вам понравилось, когда я поддал тяги. Был такой синенький выхлоп. Очень красивый. Но быстро все раскручивается. Поддавал немножко. Поигрался даже маленько с рудом. Но ничего не смог понять. Больше 30 процентов я не стал накручивать. Но там какой-то порог. По-моему, надо накручивать дальше, чтобы заработало. А может быть надо было включить рычажок вот этот. Может быть он совсем малую подачу дает. Именно ниже даже малого газа, когда включен. А я, естественно, на нём добавлял. Потому что страшно добавлять. Я под ним, под мотором лажу. И можно было улететь прямо вместе с этим мотором. С турбореактивным двигателем. Работает моя газовая турбина, ребята, очень даже хорошо. И датчик работает тоже неплохо. Но надо тарировать. Ну а у меня на этом всё. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите, ребята, Лойсом своим жирным, пушистым. Всё, всем пока. До новых встреч, ребята. До новых встреч, ребята.